Дворца культуры Сегодня мы посмотрим на занятие очень интересного коллектива, хореографического коллектива, который называется Терпсихура. Руководит им замечательный балетмейстер, очень талантливый человек Ольга Матвеева. Итак, посмотрим, как занимаются девочки. Вы, будучи еще совсем юной балериной, блистали на сцене Дворца культуры имени Юрия Гагарина. Расскажите, пожалуйста, когда вы сами начали заниматься танцем, где, у кого, что дальше было, как ваш творческий путь складывался? Ну, я танцевала не только на сцене нашего дворца. Заниматься я начала довольно-таки рано, около четырех лет мне было. Но я была больна танцем с самого, как говорится, рождения. Занималась я сначала обычной хореографией. А где? Ну, сначала я занималась в Доме культуры «Родник». Вот. Потом такую вот любовь именно к классическому танцу мне привил, конечно, такой, я считаю, что очень хороший педагог. Это Голубева Елена Владимировна, которая, не знаю, много в меня вложила. Потом я стала заниматься, я занималась в Москве, занималась в таком коллективе, как «Щелкунчик». Тоже это именно коллектив классического танца. Потом я надумала поступать в университет культуры, но мне нужен был народный танец. И так получилось, что я с народным танцем вообще не была знакома. Вообще. Ну, то есть я знала какие-то такие коллективы наши великие, как «Березка», «Гжель», там, ансамбль «Моисеева». И мне нужен был народный танец. Ну, естественно, в нашем городе, к кому я могла пойти, обратилась к Слицову Аллу Николаевне. Я была в очень уже таком сознательном возрасте. Мне было почти 17. Вот. Не умея ни одной дробушки, ни одного самого элементарного ключа. И Алла Николаевна, она вот именно тоже дала мне вот эту вот любовь к народному танцу, потому что, мне кажется, если бы я, может быть, с детства начала заниматься народным танцем, еще неизвестно, какое бы направление во мне победило, потому что мне очень нравился народный танец. Вот. Так что вот у нас в городе такие педагоги, которые, ну, взрастили во мне вот эту вот любовь. Я поступила в университет культуры. Поступила именно... Ну, правда, я поступила все равно в классическое отделение. Вот. Но народный танец мне пригодился. Вот. И я осталась танцевать у Аллы Николаевны в коллективе. Я довольно-таки долго у нее танцевала. Вот. Ну, мне кажется, лет, наверное, 10 я у нее танцевала. Ну, может быть, там, 8. Вот. Ну, вот так. Потом я пришла работать во дворец. Все равно я поняла, что, может быть, сама бы я, конечно, и хотела танцевать народный танец, но с детьми мне бы хотелось заниматься классикой. Ну, нас можно увидеть, в принципе, на всех мероприятиях Дворца культуры, на всех районных. Если там принимает участие дворец, то мы принимаем участие. Ну, тут еще тоже это зависит от того, например, какая площадка. Не всегда я могу своих детей выставить, например, на улице или где-то. То есть я им не могу одеть кроссовки или там что-то. Вот. Поэтому, естественно, если мокро, то, например, в балетках, в пантах, ну, это просто... Даже опасно. Опасно, да. Вот. Поэтому, естественно, по возможности мы принимаем участие во все. Вот. Ну, я говорю, ну, здесь же тоже, если ДК принимает участие в районных мероприятиях, естественно, мы тоже принимаем участие. На вас можно рассчитывать? Конечно. Мы всегда за сотрудничество. Хорошо. Фестивали, конкурсы. Где вашему коллективу за эти годы, когда вы стали руководителем, удалось поучаствовать, может быть, занять какие-то места? Вот про это поподробно. Вы знаете, как бы, огромное количество и фестивалей, и конкурсов, и областных, и московских. То есть, ну, мы едем и всегда становимся и лауреатами, и дипломантами. То есть, как-то так наш жюри, в принципе, поощряет. Поэтому огромное количество конкурсов даже сейчас. И вот так, чтобы прям на скидку. Хорошо. Мы поняли огромное количество конкурсов. Да, сейчас, когда, к сожалению, пандемия внесла свои коллективы в работу всех коллективов, как вы справлялись с этим? Ой, сначала было очень-очень-очень тяжело, потому что, на самом деле, с техникой я не особо дружна. Вот, мне помогли мои родители. Ну, я имею в виду родители моих детей. Вот, и вот с частью детей мы даже занимались. Да, онлайн. То есть, я им давала какие-то задания, они мне прислали фото-видеоотчеты, естественно. Ну, это очень, конечно, сложно. Потом, вы понимаете, сама работа, когда педагога и ребенка, это совсем по-другому. То есть, это когда ты можешь и стопу там повернуть, и руку, и все, и поворот головы. И это, конечно, ну, вот, на удаленке это сложно сделать. Вот, и они очень соскучились. То есть, до такой степени, вот, они соскучились за это время. Вот. И, с одной стороны, конечно, это огромный промежуток времени, который, ну, был потерян. Вот. Но, с другой стороны, все-таки, они поняли, что им этого очень не хватает. Без этого у них уже не, ну, жизнь уже не та. И дети мне, все дети об этом говорят. То есть, вот до сих пор, вот сколько уже времени прошло, я не всегда, ой, не дай бог, чтобы так не случилось, потому что без танцев это вообще никуда. Девочки такие красивые, такие стройные, такие одухотворенные. Вот занятия танцем, что дает? Ой, дает все. Наверное, все. Ну, во-первых, да, это осанка. Это когда строение всех мышц становится вот пральмой. Ну, я не знаю, это вот развитие всего. Потом, там, поворот головы, руки, это, ну, как бы, это же по жизни нужно любому человеку. Потом, вы понимаете, очень важно, какую музыку они слушают. Ну, как бы, у нас на занятиях, а это в основном классическая музыка. Просто так по жизни дети, особенно, там, подростки, ну, сложно их как-то увлечь этим. А здесь они приходят на занятия, то есть, и они очень любят эту музыку. Они, ну, во-первых, я им всегда говорю, например, что это за произведение, кто композитор. То есть, они у меня могут отличить. Я не знаю, там, Шопена от Чайковского могут отличить, понимаете? То есть, вот, какие-то даже такие вещи, я считаю, что они тоже очень нужны. Вот, потом умение, конечно, двигаться. В любом случае, это не значит, что они на дискотеке, там, где-то у себя будут танцевать какие-то, я не знаю, там, хореографические па, там, первый арабеск, же тендра ля сэп, да? Но просто даже, вот, двигаться, это сразу видно, что девочка занимается именно хореографией, именно танцами. Поэтому, мне кажется, занимайтесь. Занимайтесь в любом возрасте, это все полезно. И, на самом деле, я не скажу, что, там, надо заниматься, там, только классическим танцем или, там, только народным. Если что-то увлекает, любое направление, оно будет полезно, но в нем можно найти много интересного. Это, это здорово. В вашем коллективе сколько сейчас участников? Ну, около 50. Около 50 человек в моем коллективе. Вот, и, вот, и, каждого, каждого люблю, и, мне кажется, они отвечают мне взаимностью. А возраст какой? Возраст, ну, вот, начиная от шести и до, вот, вот сейчас ко мне, вот, вернулись девчонки, которые учатся в институте. То есть, у меня есть несколько девочек, которые у меня учатся в институте, и вернулись ко мне в коллектив. Вот, после того, как они закончили школу, они ушли, вот, а сейчас вот вернулись, то есть, до 20, где-то двух. То есть... Такой вопрос. С какого возраста лучше начать заниматься танцем? Ой, вы знаете, мне кажется, на этот вопрос невозможно ответить однозначно. Вы говорите, что вас в 4 года привели. Ну, меня привели, потому что я, когда видела балет по телевизору, я не отрываясь смотрела и все это повторяла. Поэтому, мне кажется, все зависит, во-первых, от ребенка. Все по-разному готовы к работе. Понимаете, в любом случае, для того, чтобы танцевать, это надо работать. Конечно, можно говорить о том, что все должно быть там в игровой форме, но занятие хореографией, оно еще должно воспитывать. Оно должно подготовить, там, я не знаю, если это маленький ребенок, да, дисциплинировать его. Это надо концентрировать внимание. И все-таки в игровой форме могут быть, конечно, игровые моменты, но вообще занятие хореографией – это дисциплина, это работа. И все дети в разном возрасте. Кто-то может в пять лет слышать и все делать, а кто-то и в восемь еще не очень готов. Поэтому здесь, во-первых, мне кажется, надо пробовать, но здесь еще такой важный момент. Вот, с моей точки зрения, если вы начали заниматься, хотя бы год вы должны отходить. Потому что очень часто бывает так, что детям тяжело, когда у них что-то не получается, им тяжело, они сразу готовы это все бросить. И родители говорят, ну не хочешь – не ходи. Понимаете? А очень часто бывает так, что у ребенка не получается, не получается, не получается. А потом вот он этот момент пережил, да, то есть у него получилось, и потом все пошло намного лучше, и ребенок счастлив. То есть, во-первых, он преодолел себя. Это тоже очень важно, поэтому здесь родители должны понимать, что если вы отдаете ребенка, это не только касается хореографии, мне кажется, это и работа с инструментом, и на вокале. Ребенок должен отходить какой-то промежуток времени, чтобы он действительно мог сказать. Интересно это ему, неинтересно, но где-то год должен отходить. Вы всех принимаете, Ваш коллектив, либо у Вас есть какой-то все-таки отбор? Вы знаете, классический танец, он требует, конечно, именно отбора. Но мне кажется, так как у нас досуговое учреждение культуры, мне кажется, надо давать шанс всем заниматься. Может быть, я проигрываю в том, что я не отбираю детей в плане профессионального роста коллектива, но дети, которые хотят заниматься классическим танцем, у них должен быть этот шанс. Пусть это будут там непрофессиональные сцены театров, но именно вот это полюбить, танцевать это, мне кажется, должен каждый. Как часто занятия проходят? Сколько раз в неделю? Ну, у нас занятия три раза в неделю. Занятия у нас довольно-таки продолжительные. На занятиях мы занимаемся и партерной гимнастикой у нас обязательной. Вот. И у нас экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, у нас прыжки, у нас вращения, и плюс еще надо успевать каким-то образом, еще надо делать номера и еще все это дело отрабатывать. То есть у нас такая насыщенная работа каждое занятие. Ну, примерно сколько длится по времени одно занятие? Ну, в зависимости, то есть с детками, которые помладше, я занимаюсь час, с которой чуть постарше, то есть вторая группа. Где-то мы занимаемся с ними по полтора часа два раза в неделю, и где-то 2.15, 2.30 в субботу. А с теми, кто у меня совсем взрослый, вот, мы с ним занимаемся два раза в неделю по два с половиной часа, и плюс, ну, в субботу где-то часа три. — Например, участвуют ли ваши дети в таких постановках дворца к Новому году? Может быть, в каких-то сказках рождественских? — Вы знаете, мы, ну, вот как-то вот в последний год мы не участвовали в сказке. А так, да, нас задействуют и в новогодних мероприятиях, и в мероприятиях, которые посвящены 8 марта. То есть мы тоже участвуем там к дню города, к дню района. — Нет, я-то веду к тому, есть ли у детей каникулы. — Ну, вы знаете, если мне во дворце разрешают с детьми заниматься, то я тогда с родителями с вами веду беседу о том, чтобы у деток вот не было каникул. Хотя бы... — Ну, сейчас август, но мы видим просто полный зал, да, и все танцуют, и все занимаются, и все счастливы. — Да, это так. Вот. Мне самое главное, чтобы давали возможность заниматься, и я думаю, что... Родители и дети, они меня на самом деле понимают. Они даже когда уезжают куда-то, вот. После того, как только они вернулись, они сразу бегут ко мне. Вот это, мне кажется, самый такой показатель. — Занятие платное — это обремелительно для бюджета семейного заниматься в коллективе? — Вы знаете, занятие у меня стоит 1400 в месяц, да. По-моему, это самое низкое. Ну, вот я имею в виду по вот таким всяким нашим студиям танцевальным. Мне кажется, это возможно за три раза в неделю. Тем более дети занимаются не по 45 минут, там, да, то есть довольно-таки длительное количество времени. Мне кажется, ну, это не очень обременительно. — Ну, девочки должны уметь за собой ухаживать, да, делать прически, макияж для выступления, да? Вы их этому учите? — Ну, вы знаете, я сначала этим занималась, вот, потом я такие вещи передала родителям, потом они научили старших детей, теперь старшие дети учат уже тех, которые помладше. Поэтому всё вот так. — Если вдруг мама, бабушка какого-нибудь мальчика захочет приобщить его к волшебному миру хореографии, вот придёт к вам, что вы ему скажете? — Мальчиков очень ждём, будем счастливы. Мне кажется, весь наш коллектив будет вот очень рад, если в нашем коллектив появится мальчик. С мальчиками беда на самом деле. — На ваш взгляд, почему приходят же заниматься в другие какие-то студии дворца? — Ну, вы знаете, мне кажется, если бы набиралась бы конкретно группа мальчиков, мне кажется, мальчишке, им не очень комфортно заниматься вот именно с девочками. Пока они ещё, может быть, помладше, ещё как-то это ничего. Ну, так всё-таки, мне кажется, должна быть группа мальчиков. И педагог, конечно, желательно, чтобы у них был мужчина. Потому что ни одна женщина не покажет так, как всё-таки должно быть. Неважно в каком, ни в классическом танце, ни в народном, ни в бальном, всё равно вот мужчина. Для мальчиков, мне кажется, должна быть отдельная группа и педагог-мужчина. Дорогие родители, дети, приглашаем вас на занятия в хореографический коллектив «Терпсихора». Мы вас будем рады видеть. Редактор субтитров А.Семкин